Наши люди всюду Наши люди Так было, так есть, так было Вся эта история началась с того, что Женя Галич пришел ко мне в люмпин-шоу на интервью С новостями на сегодня все, ребята, больше никакой интересной информации Далее в люмпин-шоу гость надежды украинского рока, которая до сих пор для этого украинского рока еще ничего не сделала Евгений Галич Хам, негодяй, весельчак Привет И мой коллега, телеведущий утреннего шоу на телеканале НЛО Встретились наконец-то, Евгений, утро и вечер Какое странное название для канала НЛО Сырая юность, да, для канала, на котором ты работаешь Сырая юность и ветхая мудрость Я бы сказал, песочная старость, вот так бы Тогда жидкое детство Жидкое детство и сухая песочная старость Нестоящая пошлость Нестоящая пошлость Ну тогда я думаю Малозаметная Малозаметная радость Не, ну как вариант, да Сразу тогда, воспользуясь случаем и скажу, что Весомая Весомая Сущность Весомая сущность И А чем заканчивается И невесомый талант Чем заканчивается этот диалог Ничем, просто мы так замечательно начали Женя Да Какие у тебя творческие планы на ближайшее время? Вот Мы собираемся Пока что ты фигура Заметная в украинском роке только нескольких областей Да, там же Томирской, Черновецкой Вот Есть какие-то планы все-таки прославиться на всю страну? Я говорю, человек, просмотры которого с трудом набирают 7 тысяч в этом ютубе Вова Петров похож на пингвина Который очень медленно передвигается И которого бросили в воду Вот А у него не очень получается выплывать По-моему, Женя не совсем понял, чье это шоу и кто здесь главный Он решил, что он ведущий И он атакует, он шутит Но это совсем не так У меня 40 тысяч подписчиков в фейсбуке Ну, у меня в инстаграме только порядка 60 И я думаю, что на фейсбук не меньше Но это ладно, это легко проверить Зачем мы меряемся цифрами? Какие творческие планы? Что ты еще хочешь проверить? Чем ты еще хочешь померяться? Планы... Мы собираемся в Турс от Орвальд И с альбомом «Наши люди всюду» На электричке? 22 города Нет, на дирижабле Ты же знаешь, что лучше всего путешествовать по нашим дорогам на дирижабле А почему по Украине называют Сатур? Я понимаю, если бы это было по России, по Америке, по Соединенным Штатам А как лучше называть? Не знаю, прошвырнуться Вова думает, что он самый умный У него постоянно есть какая-то такая Закрадывается мысль, что он во всем разбирается лучше всех Что типа, я такой чувак Типа, я тебе научу, как тебе и музыку играть И вообще, типа, если бы я был твоим продюсером Если бы я был на твоем месте Я бы, типа, сделал все так, что У тебя потом были золотые горы и так далее Вот Но с вами так нельзя разговаривать Ну, не знаю, ты, наверное, очень сильно просто в этом разбираешься И ты точно знаешь Я вообще ни разу не был в Туре Поэтому я вообще ничего в этом не понимаю Так, а зачем мы это обсуждаем тогда? У меня не было рок-молодости Я никогда не ездил Но я бы с удовольствием прокатился Сколько билетов продано в ваш Тур? Больше ста или... Больше ста тысяч будет? Нет, ста билетов на 22 города Хотя бы по пять человек придет к вам на концерты Мне очень странно общаться на эту тему с человеком Который, во-первых, никогда не был в Туре Во-вторых, ни хрена в этом не понимает Ну вот, единственное Мне кажется, что единственное, в чем ты понимаешь Вот действительно, в чем ты разбираешься Вот, это вес Вот так вот Пошли шуточки про лишние Не, ну я имею в виду там Я понял, да Пойдем пока на рекламу И вернемся через 4 минуты рекламу Три минуты, ребята, у нас свободного Кто хочет, может за 2 минуты покурить Слушай, а можешь мне объяснить вот такой... Ты меня приглашаешь вот на эфир просто для того, чтобы типа говорить глупости Артуре А в чем ты действительно... Это сатирическое шоу Какое? В чем сатира? В юморе Ни ху... чего? А что ты обижаешься? С 94-го года С 94-го года? И что кто вас знает в стране? Ну, я... ну, спроси, что ты хоть чего-то хочешь? Ничего Ты... кто нас знает? Ну да Ребята, вы нас знаете? Да, вот здорово Да, ооо, 5 человек сказал Так я же не виноват, что тебе на программу ходит 5 человек, она не пользуется популярностью Сколько их здесь? Если бы я играл с 94-го года, Женя, у меня бы... Ты весил бы в 2 раза больше Слушай, хорошо, ты хочешь разобраться в туре? Ты умный сильно, вот ты говоришь, что нас никто не знает Ты хочешь в этом разобраться? Нет Вот все говорят, Вова Петров, гениальный продюсер, сделал дурнего, сделал столько всего хорошего Сделай, вот, Орвальд У тебя деньги есть, вообще? В смысле? Разве... разве продюсер... роль продюсера заключается не в том, чтобы инвестировать и пожинать плоды? Ты готов? Ээээ... а сколько? Ответить своими деньгашами за базар Сейчас у нас рекламный блок заканчивается, и мы об этом поговорим с тобой уже в гримерке Ты... подожди, ты готов ответить базар? Готова, я готов за базар, но мы с тобой поговорим об этом уже, чтобы не при всех, то сейчас наговоримся Так, ну что там, начинаем? Наши люди все... Есть все? Готово? Проходите, Евгений? А зачем ты снимаешь? Сейчас объясню, зачем снимаю Есть одна идея фикс Галенька, а можно тебя попросить выйти в офис? Поговорим с молодым человеком У тебя такие красивые гримеры всегда Да, я знаю Вырастешь большим и серьезным продюсером, будет у тебя хорошая гримера Смотри Про тур Да? Есть такая идея Я становлюсь вашим продюсером на время тура Мы снимаем сериал про твой тур Документальный В сериале тишоу Я, в принципе, попросил ребят, почему вот это все сейчас снимать Для того, что если все будет, то будет тур Ну, если будет тур, то будет сериал И там мы в туре посмотрим Получится у меня раскрутить вас или не получится Я не хочу... Ну, тур распланирован То есть мне придется сейчас вас, там, в съемочную группу это все вписывать Я оплачу места в гостиницах То есть я возьму себе эту часть Ты расходы берешь себе Да, я свою часть расходов беру на себя Твоя часть расходов остается твоей частью расходов Моя часть расходов... Нет, давай не так Давай не так Давай по-честному Хочешь быть продюсером, забирай мою часть расходов, отбивай Занимайся Тогда я забираю себе все деньги за продажу сериала Или я отбиваю свои Ты отбиваешь свои Ты получаешь в случае продажи сериала свой процент Независимо от результатов Раскручу я вас или нет Мы говорим о продюсировании Ты просто так, ну, типа На легке давай мы будем снимать сериал Даже не развлечение Давай, если есть тур Ты становишься продюсером Занимайся, ну, то есть контролируй расходы Сколько продано Да, согласен Вот, и после этого Но те расходы, которые ты уже понес Я их не компенсирую Они остаются твоими Все, не вопрос Да? Когда вы едете в тур? Во вторник Во вторник, хорошо Сейчас пятница Во вторник выезжаете Ну да Ну я многое не могу не успеть Ну я, я выкручусь Хорошо Договорились? Все? Договорились У нас все на видео Да Чтоб ты потом не отмазался Я не буду Все не вопрос Договорились В жизни каждого человека Должны быть какие-то истории Да, в детстве мы хотели в Артек Кто-то хотел в Суворовское училище Я всю жизнь хотел поехать с группой С рок-группой в рок-тур Но у меня такой возможности не было И сейчас, когда мне почти 40 лет Она у меня появилась Человек должен отвечать за свои слова Если он хочет попробовать быть продюсером Пожалуйста Наши люди все Задерживаемся Ездили нормально Что это началось Машина легковая Нет, надо было набрать Людей Так что, ну, можно футбол выбрать Жесть Боже, я год проездила в Кировоград В универ на автобусе Вот эти 100 километров Я вообще ни хрена не понимаю Откуда столько людей Целая куча каких-то операторов Каких-то режиссеров Каких-то вообще тел непонятно откуда И что они вообще Ну, за что они отвечают Ты знаешь, когда мы привыкли Свои команды ездить в своем бусе У нас все сложено Все четко Все клево А тут вообще просто Целая куча каких-то левых людей Они все лезут с этими камерами Ну, просто реально Чувак очень достал Камеры начали приближаться Все ближе и ближе Мы просили не снимать Каких-то моментов Они продолжали снимать И Никита стартанул На одного из операторов Я его понимаю Притом Петров это увидел И начал на меня стартовать Что у нас же были договоренности Что мы снимаем все Очень странная история То есть мы снимаем все Но я даже в туалет нормально Не могу сходить Я вообще думал Что у них главный Галич Он звезда Он капризничает Но нет Есть каприза Никита Никита самый главный Смотрите все на него Договаривайтесь с ним Упрашивайте его Серьезно Вова включил ребенка Обиженного И вместо того Чтобы ехать со всеми На автобусе Он посадил Свою огромную задницу В машину И поехал типа с комфортом Но я подозреваю Я вот почти в этом уверен Что он реально Планировал так сделать Он просто искал повод Для того чтобы не ехать В автобусе со всеми А ехать типа В мягкой перинке Для того чтобы не чувствовать Горошину под своей жукой У тебя есть возможность Стать супер-суперской мировой Вот прям супер У тебя на супер играет Топ-плей или пик-парк Вот все Топ номер один Ну за это ты должен Распрутиться У тебя до конца жизни Не будет стоять Вообще Мне терять нечего Поэтому я выбрал бы Быть звездой Наши люди все Кривый рок для меня Это внутренний конфликт Во мне борются два чувства Это моя малая родина С одной стороны И Клаака С другой стороны Это город в котором Ничего не поменялось За последние 20 лет Вообще ничего Там построили одно Единственное здание Из новых Но при этом Я не могу его ненавидеть Потому что там прошло Мое детство Не самое лучшее детство В мире Но тем не менее детство Поэтому я этот город люблю Мы с друзьями Мы с друзьями Вот там всегда За тем столиком Сидели Брали водку Сосисочки у вас были Вареные Вареные сосисочки Это было Сейчас я вам скажу В 98-м году В 99-м году Ну вот там сидели У нас был один такой здоровый Витя без ножков Огромный такой был И маленький С Ликишем такой маленький был Если честно Мне немножко жалко Вову Я знаю что он очень редко появляется В родном городе Очень мало общается с родителями И мне кажется что в тот момент Когда он попал в Кривой Рог У него такое знаешь Появилось чувство ностальгии И он всячески это пытался скрыть Но он пошел гулять по городу Не просто так А у вас сосиски есть сейчас? Нет А чем у вас вообще можно закусывать? Ну потому что у нас сковородки есть Пельмени, варенники Сковородки, пельмени, варенники везде есть А сосисок нет А как называется сейчас Раньше и Лыбедь называлась Какая Лыбедь? За Куток-то? А, за Куток, точно Я перепутал с Лыбедью Лыбедь от Центрального Газа Узбайна Точно А за Куток Ну, раз сосисок нет, я пойду Спасибо За теплые воспринимания До свидания Нету сосисок Сосисок? Нет Я его подколол, если честно Мне ему стало жалко немножко Но я должен был соблюдать какие-то правила игры Если он себя ведет как говнюк То и я стал вести себя так же Я ему сказал, чувак Хватит ностальгировать, давай работать Позвонил, набыковал на него Что у нас ничего не готово Наши люди все Какой дороги спать не можешь? Я сходил, он помолился Видел какой храм? Нет Из дворца культуры Нет Короче, в советские времена как делали? Церкви разваливали И там типа дворцы культуры А здесь, короче, я проезжал мимо Смотрю дворец культуры с таким крестом Зашел А там тупо дворец культуры внутри церковь И я зашел, говорю Говорю, батюшка, а как с рокомировым? Говорит, отлично Говорю, сейчас рокеров приведу Это вообще не вопрос Говорю, благословит тебя Будет нас отмаливать Важно Говорит, а сильно покоцанно? Да, спрашиваю Говорит, ничего, нормально Говорит, приблизительно где-то вот так Может чуть-чуть Говорит, все нормально Класс А вы клуб видели? Нет Ну там же были там А я видел пацаны клубы Мы играли уже Жесть Там не просто жесть Про первый концертный зал тура Могу сказать только одно Жопа Большая жопа Вернее, маленькая жопа Ну то есть, объясню Жопа большая А зал, как жопа, очень маленький Туда с трудом поместится больше ста человек Это самый конченый зал в городе Кривой Рог Все, я вас напугал Пошел в Целинца Давай Ну мы же были бы они с ними играли Единственное, что я парюсь Я парюсь там, знаешь, чтобы Количество людей было адекватное Знаешь? Забьянно Нет, понятно А если люди не поместятся? Я думаю, будет первая пара Можно выбрать номер? Можно 302 выглядит номер я думаю что это будет так мы заходим справа или слева будет вешалка ну или там обувной по шкаф какой-то вот дальше прямо справа будет или слева висит телевизор а вроде напротив него будет стоять спальная кровать конец практически все в зеркальном отображении он двухгодом дыбь да вот это номер кривой рог может удивить неплохо устойчиво и что это что это и и и и и и и Писка 2. Люблю провинциальный люкс. Красоту индустриальных признаков. Люблю пустые мини-бары, номеров люкс провинциальных признаков. И до спальной кровати. В гостинице мы уже живем. В сумасшедший дом я их пока отвезти не могу. Только начало тура. Они еще не спились. Ну а в церковь свожу. Подожди, это что церковь? Что? Творение современного Сочи. В Советском Союзе же, когда только пришли коммунисты к власти, развалили все церкви и из церкви сделали клубы культуры. Что там складывают для картошки? А это, я сам, я не сам, что у нас здесь есть, я проезжал и увидел. Это церковь, которую сделали из клуба культуры. Там батюшка, короче, а пасухи валит. Я верующий человек, мне сложно было воспринимать поход в церковь как экскурсию. Для меня это всегда нечто большее. И, знаешь, мы зашли, ну там, во мне было пять пива, там, плескается. Я думаю, блин, неудобно все, это нехорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Это отец номер. Это рокеры. Очень интересно. А вы же тоже рокеры? А? Вы же тоже любители рока? По крайней мере, ну, положительно относящиеся. Оторвальд, знаете, группу? Нет. Ну, вот и все. К искусству я отношусь положительно, потому что я художник по профессии. Я не могу сказать, что рок-музыка – это все плохо. Ну, я больше в ней вижу хороших сторон. Я хороший рокер. Хороший рокер. Он не пьет, не употребляет наркотики. Да. И это тоже, собственно говоря, далеко не все. Там выступали, играли. Выступали, играли, да. 20 лет назад мы делим рокеры, кстати. 100%. Помещение, которое находится за иконостасом – это сейчас оно – алтарь. А построено оно как помещение в сцене. Слушайте, реставрировать такую махину, прикинь. Мы погнали. Спасибо большое вам. Спасибо вам большое, Бортиш. Приятно. Всего доброго. Увидимся. А вам творческих успехов. Да, до свидания. Спасибо. Я буду следить, чтобы они не грешили. Да нет, ну это… Это вам вряд ли удастся. Просто запишите в хорошее. Хорошо, что вы понимаете. Спасибо. Всего доброго. Сорвал нас, говорит, будет круто. Привел нас в какую-то церковь. Мы стоим с этим попом, там общаемся, непонятно о чем. Мы вообще в шоке. Что вообще происходит вокруг? Я это запомнил. Очень ярко, потому что такого абсурда у меня реально в жизни еще не было. Я вообще в шоке. Я, наверное, первый украинский продюсер, который завел рокеров в церковь вообще. Православный. Православный. Наши люди всегда. За первый город ура. По-хорошему концерт в зале нужно отменять. Огонь. Огонь. Так а ты сам арендовал в клуб? То есть это твоя проблема? Я вообще этим не занимался. А кто занимался? Я творец молодежи тоже. Администраторов и директоров в этой группе больше, чем музыкантов. И все валят друг на друга. Но виноват в первую очередь, конечно же, Галич. Дичайший концерт тут именно по напрягу. Который был за последнее время. Я тупо насквозь взял. Вообще все было в Украине. Наши люди всегда. Наши люди всегда.